Что нам важно еще понимать? Да, с одной стороны вносятся изменения, что отпуск можно будет делить на более чем две части, и для этого уже не нужен полдоговор. То есть если раньше государство занимало жесткую позицию, что такое право может быть предоставлено только полдоговором, а это профсоюзы. Если у вас нет профсоюзов, то вы должны соблюдать строго правила двух частей. Разрешено теперь распоряжением, решением, неким локальным актом определить, что отпуск будет делиться на более чем две части и зафиксировать это и использовать эту норму. Но на что хочу обратить внимание? Опять же таки, не думайте, не думайте, что сейчас можно выдохнуть, и вот эту ситуацию, которая у нас, к сожалению, массово существует в IT-сфере, что в отпуск ходят там по дню, по два, по три, кто когда хочет, что так можно делать. Этого законодатель не разрешал. Те правила, которые были о том, что одна из частей должна быть не менее 14 дней, что отгулять в год он должен 21 день, что в случае, когда отзыв из отпуска, что вообще деление отпуска на части – это по умолчанию исключительная ситуация, что отпуск должен указываться в графиках отпусков, планироваться, и в эти свои части вы, соответственно, должны планировать, указывать в графике отпусков. То есть, окей, три части, но тогда будьте любезны, в графике отпусков тремя частями пропишите. Как я говорила, и всегда настоятельно рекомендую в графике отпусков указывайте конкретную дату, и мы специально сделали в своем сервисе, став такую функцию, что ты не можешь выбрать месяц, ты обязан выбрать дату. Почему? Да по одной простой причине, что у нас есть еще одно требование законодательства, что нужно уведомить работника об отпуске не позднее, чем. Все эти истории, когда отдел кадров, специалист, если вообще уведомляет, то делает это массово, там, первого, условно говоря, августа, всех сентябрьских, это плохая история, потому что, когда я ходила на проверки, я после проводила аудиты, как уже коммерческий эксперт, во всех 100% случаях я находила ошибки. И неважно, какого уровня был специалист, молодой, опытный, еще более опытный, чем я, потому что все равно человек не может не ошибиться, все равно где-то либо кого-то потеряли, либо у кого-то изменилась ситуация, но не перенесли дату отпуска, но не внесли это в график отпусков, соответственно, даты по факту не совпадают. Где-то палец не туда попал, не заметили опечатку. Опять нарушение срока. Мы у себя поэтому сделали такую функцию, что ты конкретно указываешь дату, с, по, в этом нет ничего смертельного, можно договоренности менять, это не значит, что нарушение, но наши клиенты получают уведомления из сервиса в автоматическом режиме о том, что есть некое событие, значит, на это некое событие надо среагировать, они заходят в программу, видят, что нужно человеку уведомить об отпуске, получают готовые уже уведомления со всеми датами прописанные, собирают подписи, кладут в папочку и забывают об этом как о страшном сне. Поэтому если у вас в графиках эти части будут, то, соответственно, нужно по каждой части уведомлять. Ну и, как я говорила, все, что касается соблюдения остальных требований, их никто не отменял. Что касается ЭДО, тоже подняли на флаг это изменение, касаемое, что вот у нас теперь есть отдельная статья, и мы ее ждем, что можно электронный документ, и, в общем, оборот, но те слушатели, кто меня знает, и ходят на мои выступления, на форумах, где я выступаю, 29, прим. 1, знают, что я всегда говорила, что, ребята, у нас есть закон об электронном документообороте и электронно-цифровой подписи, что он имеет такую же юридическую силу, как трудовой кодекс, и вы можете ссылаться и опираться на эту норму и работать в этом направлении, что в этом нет ничего страшного. Это всего лишь, что называется, кому что больше нравится. Кто ждет, когда напишут, можно, а кто работает по принципу «не запрещено». То есть в этом законе об электронной цифровой подписи, электронном документообороте нет никаких ограничений, в каких сферах мы можем применять электронный документооборот. Хоть в личный, хоть в семейный, хоть в трудовых, хоть в банковских, каких угодно. В банковских уже давно применяется. Поэтому готовиться к этому можно. Работать в этом направлении нужно. Как я говорила, мы двигаемся в сторону цифровой экономики. Мы все равно там будем. Поэтому либо вы сейчас заранее в спокойном режиме начнете к этому готовиться, и для вас этот процесс пройдет безболезненно, либо вас туда втащат, потому что других вариантов не останется. Все равно придется в электронной цифровой подписи. Уже сейчас много отчетности поддается. Ну, а дальше больше. Больше. Поэтому. Что касается трудовых отношений. 29-я прим. 1 нам говорит, что можно, но самое вкусное, почему-то Министерство труда настаивает, чтобы была собственноручная подпись. Вот это теперь норма будет работать как ограничение. То есть закон об электронном документе обороте электронной цифровой подписи никаких ограничений не давал. Теперь нам ТК четко пишет, кроме приема, изменения, продления. Ну, и я тут сократила аббревиатуру для материально ответственных лиц договора полной материальной ответственности. хотят видеть, чтобы пером человек поставил собственноручную подпись. Поэтому эти вещи, конечно же, нужно взвешивать. Сколько, ну, даже не сколько, а в каких процессах вы будете, если будете использовать электронный документ и обороты. Сколько ЦП вам надо приобрести для этого, да, или компенсировать расходы работникам всем, либо только некоторым. Ну, и безусловно, нужно готовить законодательную локальную базу под эти вещи, чтобы это имело юридическую силу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok